друзья мои здравствуйте я рад вас приветствую на канале дневник рыбалова на канале любительской рыбалки сегодня друзья мы мы делаем пелец самая крутая можно сказать добавка в прикормку я постоянно при ловле карпа использую за коми обязательно пелец и чем крупнее тем лучше итак появилась свободной минуткой хочу вам показать это у меня тут не бардак а остатки ингредиентов которые я использую для изготовления катыши катыши я сделал определенное количество мне принципе на сезон и хватит остались остатки у меня это кукурузная мука овсянка гороховая мука креветка осталось зерна кунжута тут у меня находится тигровый орех кунжут перебитый вот в общем это обычная для клейкости я использую мука пшеничной друзьям и в общем все это смешиваем в кучу я все по порядку вам покажу мне остатки эти красительные поросы вот зерна кунжута есть дальше у меня остатки красителей разных в общем сейчас мы сделаем крутой перец который будет нормально подзывать рыбку половина градиента у вас есть дома на кухне есть свободное время думаю сейчас у всех поэтому можно выделить какое-то время чтобы изготовить нормальный перец на который придет все-таки карпик вам гости итак друзья мои смешиваем все в кучу сейчас по порядку все покажу и так нам понадобится овсянка все делаем на глаз один к одному стараемся по объему делать есть друзья мои тигровый орех и арахис креветка гороховая мука зерна кунжута добавим еще кукурузной муки так и завершающий маневр это у нас обычная пшеничная мука это хороший клей один из лучших я бы сказал это для клейкости все примерно на глаз один к одному так теперь это все мы тщательно будем друзьям и перемешивать так друзья мои обратите внимание все тщательно мы перемешали до однородной массы теперь делим эту на две половинки можно на три потому что я хочу это еще покрасить все естественно разный цвет лучше привлекает рыбу на дне пелец сам по себе это такая штука которая именно на точку ставит крупнячок поэтому друзьям и он всегда в прикормочном солень ну как бы должен присутствовать вот так ладно ребят все ну примерно я разделил на пополам так у меня остался вот старенький оранжевый краситель будет нас естественно в оранжевом цвете и будет красный цвет и так добавляем оранжевый давайте сюда высыпем краситель естественно всю снова потом перемешаем красителя можно побольше было более ярко так есть так все равномерно перемешиваем чтобы краситель все крупицы у нас смешались также с нашей сухой смесью здесь самые топовые прикормки вот пшеничная мука гороховая мука то есть все лакомства которые любит наш сладкоежка любитель покушать нас наш поросенок подводный наш любимый как всеми корпуша так вот здесь смешаем оранжевый цвет просто изменим немножко его привлекательность более-менее такую презентабельную сделаем так все теперь берем сухую емкость нам необходимо сделать жидкую часть беру я такую вот добавку для карповой рыбалки это с ферментированных зерен кукурузы здесь мета витамины и минералы вот такая штукенция ох и запах офигенный друзьям и заливаем отлично и добавляем водички немножко так а вы в принципе в свою очередь можете и клубничный ароматизатор и ванильный использовать то есть сделать пелец любых других запахов так все перемешиваем запах очень приятный так есть ну что начинаем делать друзья мои тесто тесто делаем крутое вымешиваем тут конечно нужно потрудиться друзья мы делаем такого хорошего добротного колобка все смешаем ух так я думаю рыбка оценит наши другие ребята ну без труда нельзя есть такая пословица без труда увидишь и рыбку из пруда наше тесто становится таким ух эти съедобным каким в разрыве это будет супер пелец все принципе первый кусочек хлебушка хлебушек для карпа готов даю ему пару часиков пускай все пропитается вообще идеальное тесто получилось а теперь делать уже сама просто с красным цветом а друзья это показывать я не буду сразу сделаю замес а потом уже результат так еще один момент 2 пелец я буду делать немножко с другим вкусом с вкусом ананаса вот кто помнит кто смотрел кто не смотрел я в конечных заставках оставлю это наши ароматизаторы которые мы делали сами вот кстати уже который год сколько года три в идеальном состоянии поэтому никаких проблем нет запах чересчур бомбический поэтому друзья мои много нельзя использовать иначе выедает просто нос выходит сущие копейки такая банка хватает ну просто на большое количество времени а если приобрести ее с брендовым хорошим названием тут они с такой убогой наклейки как у меня заплатите раз в 20 дороже ну это факт так все снова водички вот так были ног и запах ребята это что-то все работа по старой схеме делаем снова замес конечно друзья мой процесс нелегкий но конечно время потратить нужно на это дело но я думаю плоды свои силы кита принесет так друзья мои ну вот они наши две булочки все тесто дошло что начнем процесс убираем в тесто пока в сторонку еще потихоньку выкручивать и так поехали ручная лучший способ ли электро даже не пытайтесь толку не будет главное здесь плотненько чтобы все было вот так вот но как вы видите процесс пошел вот такие вот колбаски все крутим потом результат покажу единственный момент единственный момент где-то на таком расстоянии можно обрезать и отдельно складывать так ну что лапша готова теперь наша задача разделить эти колбаски и смотрите в диаметре они у нас получается 8 миллиметров а уже длину выбираем сами то есть поменьше покрупнее в общем будем сейчас нарезать все банально просто то есть элементарными движениями мы делаем перец который нам необходим размерами из какого нам нужен такие кусочки у нас и будут перец ну что ребят вот что у нас на выходе получилось вот такой вот перец прикольный обратите внимание у вас сделал все с остатков правда провозился полдня но это не все порции у меня еще вот их сколько полный один вид вот второе еще пилиться масса просто такие контейнера его собираю контейнера от очень известного бренда производители порошков называть слух не буду но многие догадались их постоянно оставляю очень удобные вещи поменьше помыл то есть об этой прикормку сюда вам закрыл и все то есть мне нравятся эти боксы вот можно использовать любое ароматизатор сливу клубнику вообще не принципиально но пелец сам по себе он на точку реально ставит карпа или крупного карася это уже проверено сто процентов поэтому вашем арсенале конечно проще это можно не может не знаю проще не проще купить пелец но вы когда делаете его сами вы прекрасно понимаете что вы делаете то здесь конкретно вы видите ингредиенты которые просто обожает как многие задаются вопросом а почему карпятники вот основная масса удивляется что очень много используют всяких заморочек запахов разных бойлов фишка в том что делается такой свой знаете шведский стол то есть если не возьмет этот компонент значит идет расчет что карп возьмет другой компонент поэтому бывает используется около десяти разных запахов на какой-то из них в любом случае приходит карп но вы обратите внимание что даже очень топовые спортсмены если посмотреть всегда мешает очень много разных вкусов запахов и в итоге берут свою трофейную рыбу поэтому эта тема работает друзья мои не удивляйтесь я еще сделал другие цвета другие вкусы сделать еще сливу хочу еще сделать клубнику и еще мне желание хочу сделать панировочный сухарь цветной но видео снимать не буду мне есть на канале как делать панировочный сухарь я оставлю в конечных заставках видосик хотите заходите смотрите здесь одна вкусняшка никакого вреда рыбе не приносит мы знаем сто процентов что здесь стопроцентное качество поэтому друзья мои надеюсь что вам эта информация была полезна вот такой прикольный пелец в домашних условиях все а для фантазии у вас разгон можно набирать просто бешеный всего хорошего не забываем палец вверх хорошему нас вам настроение и не болеем друзья мы крепкого вам здоровья от всего сердца желаю всем пока